Всем привет! Вы на канале Food.ru, меня зовут Лера, и сегодня я хочу поделиться с вами рецептом очень вкусного блюда классической французской кухни. А будем мы готовить луковый суп. Если знать несколько секретиков, то его невозможно испортить или приготовить как-то не так. И один из них это насыщенный говяжий бульон, с которого мы начнем. Нам понадобятся говяжьи кости с остатками мяса, морковь, стебель сельдерея, репчатый лук, лавровый лист, душистый перец, тимьян, петрушка, а также холодная вода. Начинаем с подготовки костей. Мы их уже заранее вымыли, подсушили, и теперь перекладываем в форму или же на противень так, чтобы они не соприкасались друг с другом. Отправляем запекаться в духовку, разогретую до 220 градусов на 30-40 минут. Это нужно для того, чтобы они дали нашему бульону более насыщенный вкус и цвет. В процессе запекания кости необходимо периодически переворачивать. А тем временем крупно нарезаем овощи и за 20 минут до готовности костей также отправляем их в духовку. Овощи мы сначала откладываем, а кости перекладываем в кастрюлю и заливаем холодной водой. Также частью холодной воды мы ополаскиваем форму, так как при горевших частичках как раз концентрируется максимум вкуса. И эту же воду добавляем в кастрюлю. Теперь необходимо довести все это на умеренном огне до кипения, после чего убавить огонь до слабого и варить 3 часа, не накрывая крышкой и постоянно снимая пену шумовкой. За 40 минут до готовности необходимо добавить к бульону овощи и остальные ингредиенты. Готовый бульон мы процедили через марлю, сложенную в несколько слоев. Но делать это лучше не наливая прямо из кастрюли, а аккуратно вычерпать его половником для того, чтобы не поднимать со дна мутную взвесь белковых частиц. Остатки мутного бульона мы просто утилизируем. И сейчас приступаем к приготовлению нашего супа, для которого нам понадобится очищенный репчатый лук, говяжий бульон, белое сухое вино, сахар, топленое сливочное масло, соль, перец, багет, а также тертый, твердый или полутвердый сыр. Лук нарезаем не очень толстыми полукольцами и обжариваем на разогретом масле на достаточно сильном огне минут 10, при этом постоянно помешивая и постепенно подсыпая сахар для ускорения процесса карамелизации. Затем уменьшаем огонь до минимального и томим лук еще 25-30 минут до тех пор, пока луковая масса не ужарится и не приобретет равномерный золотистый цвет. Чтобы придать супу приятную кислинку, мы добавили к луковой массе вино и дали ему испариться на сильном огне. Теперь добавим туда бульон, доведем все это до кипения, после чего убавим огонь до минимального и будем варить, не накрывая крышкой, около часа. За это время суп загустеет и приобретет нужную нам консистенцию. Ну а в конце приправим его солью и перцем, а также если вам попалось очень кислое вино, либо же лук был с небольшим содержанием сахара, то можно отрегулировать вкус, добавив небольшое его количество. Наш суп практически готов и мы приступаем к сервировке. Разливаем его по жаропрочным емкостям, сверху кладем 1-2 ломтика багета и посыпаем тертым сыром. Отправляем все это в духовку, разогретую до 200 градусов где-то на 7-10 минут или пока сыр не зарумянится. Предварительно багет мы обжарим до корочки с двух сторон на сухой сковородке. Чем более выраженная она будет, тем медленнее хлеб раскиснет в супе. Ну что, вот такая красота у нас получилась. Блюдо с истинным французским шармом, которое лично мне уже не терпится скорее попробовать. Получилось очень интересно. Если честно, я никогда бы не подумала, что блюдо, которое практически полностью состоит из одного только лука, может быть настолько необычным по вкусу и текстуре. И несмотря на то, что процесс приготовления этого супа достаточно долгий, я думаю, что он точно достоин того, чтобы вы попробовали приготовить его дома. Поэтому обязательно пробуйте, ставьте лайк этому видео и подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые ролики. Ну а на сегодня это все. С вами была Лера, канал Food.ru. Пока-пока!